Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У нас идет запись под общим названием «Жития святых во свете Библии открытым оком». Вопрос 1901. Говорят, что от подвигов смирения себя никто не умирал раньше срока. Если себя смиряешь. Ответ. Это расхожее мнение опровергается самими житиями. Молодежь там не задерживалась и как морд на них. Только развел, уже нет человека. Тело человека есть в храме, и он уже беречь, заботиться о нем, мыться, сохранять. Ефесянам 5.29. Ибо никто и никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Апостол Павел даже не подозревал, что будут такие времена замонашенные, когда в основу спасения будет поставлена ненависть к телу, доходящая до самоубийства. До Павла таких людей и в помине не было, никто и никогда так не поступал тогда. Просто рассмотри, как Христос заботится о церкви. Так и ты храни свое тело, ибо разрушив его, душа уже негде будет прислониться, и она куда пойдет. Кто разрушает тело, таким умерщвлением его разрушает здоровье. Тот будет врагом Богу, а не другом. И его накажет Бог. 1 Коринфянам 3.17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Покарает? Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Феофания, царица, 16 декабря. Хотя постель ее и была услана весоном и украшена золотыми украшениями, но она не спала на ней, а положив на полу чистую рогожу, покрывавшую острые кости и зубы животных, ложилась спать на нее и такое свое ложе на всякую ночь по изречению пророка Давида, а мочала слезами и после очень непродолжительного сна точно вставала на славословие Божие. От столь суровой, исполненной всяких лишений жизни, феофания впала в великую телесную болезнь. Да прямо говорится, от столь суровой кости, то есть факиры какие-то. И это к христианству приписывает. Ну как об этом не говорить-то? Это совершенно люди, не знакомые ни с рождением свыше, ни с водительством Духом Божьим, ни со Святой Библией. Михаил Синкел, 18 декабря. Кавычки. Преподобный Михаил был родом из Иерусалима, а родители его люди благочестивые, дали ему прекрасное образование. Он в совершенстве знаком был с древнегреческой литературой, хорошо изучил также и христианских писателей-богословов, и с молодых лет посвятил себя иноческой жизни. По смерти его отца, мать его и сестры постриглись в одном из монастырей. По своей скромности и горящей любви к богомыслию он удалился, было в уединенное место. За все это время много было пролито святых горьких слез, страдания надломили его здоровье, тело его сгорбилось. Но духом исповедник оставался непоколебимо тверд. Ну а что тут? Это уж просто приписывает. Какой там дух-то? Феодора Кесарийская, 30 декабря. Пищу ее составлял лишь один небольшой кусок хлеба, и то только в два или три дня. Единственная одежда его была из грубой шерсти. По стерею была наслана острыми камнями, прикрытыми суровым рубищем. Так она соблюдала бдение и во время невольного, тяжелого сна. А сейчас-то она проводила целые ночи без сна. Недовольствием с этими подвигами, она обложила тело свое железными веригами. И настолько изнурила все суставы и телесные члены, что от костей ее исходил брадный запах. Да я ничего не добавляю, кавычки закрыты. Это антихристианское все, антиевангельское. Василий Великий, 1 января. Пустыня Понтийская была бесплодная, и климат ее был далеко не благоприятен для здоровья. Хижина, в которой здесь жил Василий, не имела ни крепких дверей, ни настоящего очага, ни кровли. За трапезой подавалось, правда, какое-то горящее кушанье. Но, по словам Григория Богослова, с таким хлебом, по пускам которого от крайней его черствости, зубы сначала скользили, а потом вязли в них. Кроме общих молитв, чтения, священного писания, ученых трудов, Василий Великий, Григорий Богослов и другие тамошние иноки занимались здесь сами ноской дров, тисанием камней, уходом за огородными овощами, и сами на себе возили огромную телегу с навозом. Серафим Саровский, 2 января. Вот текст этого билета. А объявитель сего Саровской пустыни, ермонах Серафим, уволен для пребывания в пустыне, в своей, то есть монастырской даче, по неспособности его в обществе за болезнью от непрестанного келейного бдения, постоянного пребывания на служениях в церкви и стояния в течение многих лет на ногах, с небольшим лишь отдыхом во время ночи. Серафим перед своим отшествием в пустыножительство впал в недуг, ноги его опухли, и на них открылись язвы, так что он лишился на некоторое время способности священно действовать. Болезнь сия была немалым побуждением к избранию им себе пустынической жизни, и по усердию, разумеется, его особливые исключительные иноческие подвиги, требовавшие безмолвия и уединения. И после многолетнего искушения, искуса, иноческого испытания, в той обители и в пустыне, уволен, единственно для спокойствия духа, Бога ради, и с данным ему правилом, согласно святых отец, положением, и впредь ему никому не препятствовать пребывать, пребывание иметь в одном месте, и он, и утверждают строители романах Исаия, 1797 ноября 20-го дня, для верности печать предлагаю присем. Это Серафим Саровский. Вот ни под каким видом, никогда не поверю, что эти люди имели духовное рождение, рождение свыше, не имели они его. Говорил о духе святом, а делали все на поперек. Даже намека на это нет, чтобы зубы вязли. Да Господь-то сразу же, только есть им нечего. Мгновенно, чудо, рыба. Ну нормальный обед-то. Хорошая рыба, конечно, запеченная в фольгу, наверное, или как там. И рыба-то хорошая была, что тут говорить. И хлеб хороший. Ну Господь не делал бы такой хлеб, которым зубы вязнут. Да еще куски остались. Да эти куски-то, они животным даже не годны. В это время он достиг 72 лет. В пустынку свою он стал ходить уже несчастно. Затяготился даже в Сарове принимать многочисленных посетителей. Тяжкие страдания ног, которые мучительно болели от непрестанных бдений. От раннейшего молительного стояния на камне в продолжении тысячи дней и ночей. И от жестоких истязаний разбойников не давали ему покоя до конца его жизни. И изъязв на ногах непрестанно истекала материя. Но видом преподобного оставался светлым и радостным духом, чувствуя ту небесную радость и славу, которую уготовал Бог любящим его. Люди шли к нему. Да нигде в Писании это не написано, чтобы ты прятался. У апостола Павла было стечение народа постоянное. Почему? Где он находился? А дальше он обретал вселенную. Здесь прятались где-то в уединении. Написано, кровь Иисуса Христа мывает от всякого греха. А когда? Прямо поговорится. Если мы общение имеем друг с другом, мы ходим во свете, как он во свете. Ну во свете, не во свете, тут доказывать надо. А что имеем общение-то? Ну, ясное дело, какое общение-то? Он спрятанный при его известности. И об нем даже Пушкин, его современник, ни одного слова не написал. Ни одного. Его никто не знал. Синклетийки, 5 января. В конце своей жизни она потерпела от Искусителя то же, что потерпел некогда праведный Ио. Ибо лютые недуги постигли ее. И все ее тело было покрыто струпьями. Истощено, изъедено язвами и червями. Так страдала она 3 года и 6 месяцев. Не дозволяя, чтобы врач оказывал ей помощь. И только возлагая на Бога одного свою надежду. Писание говорит, благоразумный человек не будет пренебрегать врачом. Лука был врач. Я всех святых считаю, которые нормально жили-то. Они же пользовались услугами врачей. Пахомий великий, 15 мая. Больных в общежитии никогда не принуждали к усиленному посту. Хотя и не препятствовали им поститься. Пахомий иногда находил нужным ослабить пост. Если видно, что пост очень истощает силы больного. И не дает ему поправиться. Но это не означает, что в пост они ели подряд все. Однажды, например, сам Пахомий тяжко заболел. В больнице ему предложили съесть немного вареных овощей. В это время в больнице лежал тяжко больной монах, тело которого представляло кожу да кости. Так он исхудал после продолжительной болезни. Когда этот инок попросил больничных братьев дать им немного говядины, те не соглашались на это. Тогда больной просил отнести его к Аве Пахомию. Великий Ава был поражен крайним истощением инока и отсутствием благоразумного сострадания в больничных братьях. Он строго сказал им, безумные, хотя безумным не называйте, безумные, где страх Божий. Ведь Бог сказал возлюбить ближнего, как самого себя. Уже ли вы не видите, что тот брат почти мертв? Почему вы не дали ему того, чего он у вас просил-то? Я теперь не могу ни есть, ни пить. Ведь есть различия между болезнями. Одна болезнь бывает более жестокая, чем другая. Пахомий не мог удержаться от слез при виде тяжко больного инока и бессердечной ревности других о строгом соблюдении устава о пище. Теперь иноки поняли свою неправду. Они точно спасали купить козленка и приготовили из него кушанье, которое подкрепило ослабевшее тело больного брата и ободрило его унылую душу. Семен Столпник. 1 сентября. Стоя на одном месте, подвижник привел к вере столь многих, как если бы проходил всю вселенную, уча и проповедуя. Ибо как солнце испускает, он лучи добродетельного жития своего и сладкоглаголевого учения и просвещал окрестные страны. Что сказать о непостижимых подвигах преподобного? Выразить их невозможно, ибо они превосходят силы человеческие. Иногда он стоял подолгу, неподвижно, иногда же приносил молитвы Богу, творя частые поклоны. Некто из стоявших при столпе рассказывал, что он хотел сосчитать поклоны, которые полагал подвижник, не переставая. И, насчитав 1244, выбился из сил, и, будучи не в состоянии смотреть на высоту столпную, перестал считать. Святой, однако, не изнемог от поклонов, но, принимая однажды в неделю пищу, и то весьма малую и легкую, сделался легким и способным к частым поклонам. От долгов же стояния открылась у него и на другой ноге язва незаживавшая, и много крови и стекло из нее. Но и сие страдания не могло отвлечь его от богомыслия. Все доблестно претерпел добровольный мученик, но принужден был показать свою язву. Ноги-то больные от стояния на одном месте. Нигде в Писании не сказано, как прекрасные ноги, стоящих на месте. Как прекрасные ноги благовествующих на горах, поднимаются в труднодоступные места в аулах. Эфимий Новый, 15 октября. Звал его прийти, облегший его великую схему старец Федор, чтобы вместе с ним отправиться на Афон. Просьба старца была исполнена, и на Афоне около Адра Федора, так как он от долгого подвижничества был слаб и бессилен. Эфимию суждено было выполнить новый подвиг. Подвиг служения по заповеди спасителя, больным и немощным. Он сам выстроил для Федора новую келью, и с великим усердием служил ему в ней. Сия продолжала до тех пор, пока больной старец, нестерпимо страдая от жестоких болезней, не отбыл в Солунь, чтобы обратиться там к врачебной помощи. Там он и обрел себе вечное упокоение. Вопрос 1902. Много молитв о здоровье. Это и понятно, что без здоровья ты никому, может быть, не нужен. Но всегда ли нужно непременно добиваться, чтобы Бог услышал и наступило выздоровление? Ответ. Мы не знаем, что за этим последует, и куда мое здоровье повлечет мою душу. Нужно довериться Богу и быть благодарным за все. Выздоровел раз, другой. Но когда-то же должен быть сбой в этих молитвах-то. И мы должны исполнить определение Божие, возвратиться не на работу и на рыбалку-то, на паломничество, а в землю уйти. Всякая плоть, как одежда, ветшает. Ибо от века определения смертью умрешь. Серахов 14.18. Исайя 38.1. В те дни Иезекия заболел смертельно. И пришел к нему порог Исайя, сын Амосов, и сказал ему, Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Бывает, что уже произнесенный эпикриз, Бог объявляет закрытием бюллетеня и выходом на работу. Геннадий Костромской, 23 января. На другой день епископ перед всеми людьми просил преподобного, наставник пустынный, преподобный отец Геннадий, моли за нас, милостивого Бога, чтобы он облегчил мне телесную болезнь и исцелил недуг ноги моей. Преподобный сказал святителю, Человеколюбие с Богом помогает от скорби и целит недуги душевные и болезни телесные, и облегчает немощь страждущим людям, и не наше это дело великое. Господин мой святитель, все возможно от Бога, а от человеков ничто. Вот ты, господин мой, теперь уже здоров от общей скорби телесной. Нога твоя пусть напоминает тебе о последнем счастье и не селится до последнего твоего издыхания. Мир тебе, господин мой, святой отче. Ирина Хростовская, 13 января. Диакон Ануфри был в то время сильно болен лихорадкой, так что мучимая злобом залезал в печь, чтобы согреться. Вопрос 1903. Как-то считалось, что вас назвал журналист бунтарем. Это не оскорбительно для верующего? И хотя вас не обвиняют в обычных грехах, каких так многих священников повинны, но за вами еще большее числится? Вы все время бунтуете против порядка в церкви, но не нами же они заведены-то. Человека остепеняют возраст, женитьба, тюрьма, болезни, упреки друзей. Но на вас, как мне известно, эти лекарства нисколько не подействовали. Или вы действительно обладаете совершенной истиной, или одно нечеловеческое упрямство и гордыня, как у протопопа Аввакума, желание всегда настоять на своем? Это такой мне вопрос задают. Ответ. Еремея 13.23. Может ли феоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Этот стих из Библии относится не только к тому, что отделяет от Бога, но и к тому, что прославляет Его. Негры и барс, они получили такую природу, и изменить ее не могут. Рожденный от Духа Святого, отдавшийся на служение Христу, он точно так же несет в себе специфические качества родившего его. Привыкнув идти только по Библии за Христом, человек не может быть другим, доколе его не оставит Господь. Мое рождение свыше было не в монастыре, а у раскрытой Библии на коленях. Кто не связан был византийскими монастырскими узами, кто не родился в рабстве и познал дух свободы, тот имеет свидетельство в самом себе от Бога, что он прав. И уступить иному неверному, тому, кто уводит от Писания, это было бы предательством. Люди даже в большинстве склонны ошибаться, ибо очень часто руководствуются ни Духом Святым, ни Библией. Иоанн 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? 1 Калифор 4, 3. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Галатам 1, 10. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я его поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. На поповскую ненависть и на их ярлыки на свои заплаты я уже давно не реагирую. Они злобятся, а вы повторяете их несуразные поносные слова в мой адрес. Наши книги все в интернете. Сотни, а может и тысячи людей с ними ознакомлены. И ни одного упрека с доказательства моей неправоты нет. Это разве ни о чем не говорит? Кто прочитал, все замерли. Причина тому есть. Прямо восстать, значит они должны сказать, что они неверующие Христу и Писанию. А одобрить же мною изданное духа не хватает. Они эти книги будут читать. Будут их хранить, и особенно, когда меня не будет уже на земле. Святых тоже обвиняли не в православии. Иероним Стридонский, 15 июня. Сам величайший защитник православия попал под топор тогдашней инквизиции. Меня ежедневно спрашивают о моей вере, требуют письменное исповедание. Я отвечаю, они не верят. Григорий Богослов, 25 января. Народ ерес принимал за истину, а еретиков посчитал как истинных христиан. Только бы нам и одетым не оказаться ногами. 2 Коринфянам 5.3 И мы оказались внизу, а не наверху, потому что мы согрешили перед Господом Богом нашим, не слушая глаза Его. Варус 2.5 Засеянные поля внезапно явятся как незасеянные. И полные житницы окажутся пустыми. 3 Езра 6.22 Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, церкви Божьи и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, что он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, не помилую их, ибо они учат учением человеческим, и они учатся и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Настольная книга Священнослужителя, том 3, страница 601. Сказано, что врата Адова не одолеют церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится церковь, Россия может окончательно потерять ее. Епископ Афанасий, вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, и вот так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофеевич 4, 16. И об этом учении, об истине православия, ничего не знает ни пастыри, ни прихожане. Во времена же Григория Богослова любая кухарка, покупая что-то у орианина, забывала о детях своих, и то, что торгует, но часами могла доказывать истинность учения Пресвятой Нераздельной Единосущной Троицы. Тогда все места сел и городов превратились в училища и места диспутов. А ты иди и благовествуй, Лука 9, 60, несмотря на запреты властей мирских и духовных. Заключаю, что через поколение, много, через два, иссякнет наше православие. Если не изменят у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. А наконец и совсем кончится, останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затвордик, 1863 год. Вопрос 1904. Вы не боитесь, что погрешите против видений, какие были святым, да еще тем, кто назван великим? Можете ли так утверждать, что эти голоса, эти видения им были от лукавого? Но тогда вам придется тянуть за эту цепь и дальше, что и Антоний Великий, и Арсений Великий были вовсе не святые, а заблудшие, погибшие, и других туда же увлекли. Ответ. Вопрос чрезвычайно серьезный. К этому вполне подойти можно, но я здесь останавливаюсь. Ссылки на шитияния всегда даже оправдывают написанные в них. Мы же не знаем, как было в действительности, что потом накрутили эти же писатели. Может быть, совершенно и не было так, не так было. Но сравнивать их видения с бывшими в Библии мы должны, потому что иначе скатимся к прямому идолопоклонству, почитая святых более, чем Господа Саваофа. Давайте сравним несколько видений апостолу Павлу и видений бывшие Пахомию, Арсению, Антонии и другим. Уже возносясь, Христос дает самый важный наказ своим ученикам, что это самый важный наказ, это и так понятно. Когда мы уезжаем, то остающимся дома даем еще раз самый обязательный наказ. Уже на подножке вагона стоя, еще раз напоминаем, ты не забудь коровам воды доливать, голубям корм досыпать, иначе они все погибнут, да не забудь полить цветы, иначе засохнут. Вот такой наказ дает Господь уже как бы в последнюю минуту перед прощанием. Деяние 1,4,9 И собрав их, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня? Ибо Ян крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему они садят спрашивали его, говоря, не все ли время Господи восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. Третий Езер 5,36 Оживи иссохшие цветы. Дух Святой даст силу для свидетельства даже до края земли. Не для того Дух Святой будет дан, не для того, чтобы вы скорее скрылись в любимых горах, в пещерах для иноченских подвигов, богомыслия и упражнений в посте и бдениях. Эти последние, самые-самые последние слова Христа о том, чтобы во время раздавали домочадцам проповеди. И так же он придет и с этого же начнет спрос. Чем вы кормили, что давали, не зарыли ли мое повеление, не засургучили ли мой наказ, не подменили ли мои заповеди вымыслами монашескими? Лука 12, 42-43 Господь же сказал, кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. А если раб тот зароет хлеб и будет торчать на вершине горы, ожидая хозяина, то чем он докажет свою преданность и послушание господину, тем, что сохранил, завернув платок этот талант, но участь его будет, как всем зарывшим Слово Божие. Лука 19, 20. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. В церкви, в гостинице нужно ухаживать за больными, а не убегать в пещеры. Придет небесный самарянин, а гостиник давно уже скрылся на вершину горы и в пустыне утек, а больные с голову попримерли. Египетская пустыня только свидетельствует, что монахи покинули народ и Египет стал нехристианским. Лука 10, 35. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Слово «отъезжай» означает то же, что и перед Вознесением сказано. Христос никогда и нигде не говорил, что эти его наказы через некоторое время будут им изменены. Напротив того, он предупреждал, что мы не верили иным пророчествам или видениям, если они будут не согласны с тем, что он говорил. Лука 17, 22, 23. Сказал так же ученикам, придут дни, когда пожелаете увидеть хотя бы один из дней Сына Человеческого и не увидите, и скажут вам вот здесь или вот там. Не ходите и не гоняйтесь. И какое слово и наказ Христа не возьмешь? Нет почти ни одного, который бы монахи не извратили, не скрыли, не перетолковали совершенно напротив Слова Христа. Прямо-таки антихристовым смыслом изничтожая слова Спасителя о проповеди миру. И слова Спасителя перед прощанием были не иные, как те, какие он постоянно говорил и при жизни и после воскресения. Самый главный наказ был пасти овец и агнцев, что он и дал Петру. Иоанн 21, 15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иодин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему упаси агнцев моих. Не говорил же Господь, чтобы ученики его загнали овец за высокую стену в мандру и там бы их кастрировали и стерилизовали, чтобы они не давали потомства. Матфея, 16. Вот я посылаю вас как овец среди волков и так будьте мудры, как змеи и просто как голуби. Иоанн 10, 12. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Бросили народ, скрылись, бежали за стены монастырские. И теперь целые страны, те, где монахи царствовали многотысячными монастырями, где из народа высосали самое лучшее, самое ревностное и угробили сотни тысяч талантов, не вышли в мир, на проповедь по зову Христа и сами ушли в песок. Были видения Павла, и мы их сравним с монашескими. Когда появление иконы или колокольного звона или по зажегшейся свящия, они уходили все глубже и глубже в пустыню или в леса. Деяние 22, 21. И он сказал мне, иди, я пощу тебя далеко к язычникам. Деяние 16, 9. И было ночью видение Павлу, пристал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Антонию, Арсению видение совершенно иного плана. Беги, не разговаривай, скройся, затворись. Но, Евреям 38, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Относительно святости этих святых мы ничего не знаем, кроме того, что нам написали монахи же. Но я им молюсь и этим заканчиваю их почитание. Но подражать им нельзя и противопоказано. Евреям 13, 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Если у апостола Павла в бурю на море было видение, что оно опять же было доказательством верности Христа своему слову, что дети его и после бури нужны ему для проповеди. Деяние 28, 23, 25. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаре, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Иоанн Богослов попадал в подобные трудности на море, но не закрылся же он на патмосе, и не принял же обетов монашества, не стал иноком в пещере. И уже Иоанн с Аркадием, когда попали в бурю, то и сами они, и родители стали иноками после чудесного их спасения от потопления. Это возведено в образец подвига. Но явно же, что не сходится. Нельзя же сказать, что это одно и то же. Риминум 10.2 Ибо свидетельствуем, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Если же то было у Павла от Бога, то на решение монахов было или волевым поступком неевангелизированного сознания, или дух обольщения вытравливал самых добрых и гнал в закрытые зоны, чтобы ни до кого не дошла евангельская весть. Вопрос славы Иисусу Христу. Аминь.